Минздрав Комик готов строить отдельное жилье для фельдшеров в отдаленных населенных пунктах. Это будут добротные дома под ключ. Пилотный проект стартует уже в этом году в девяти муниципалитетах республики. Цель – сделать медицинскую помощь более доступной и привлечь на село молодые кадры. Алексей Корчма оценил достоинства нового проекта. Село Приуральское, 70 километров от Печоры. Доехать или выбраться отсюда можно только по зимнику. Осенью и весной дорога раскисает. Связь с Большой землей по речке или санавиацией. В Приуральском прописано 350 человек. Фактически проживает 140. В основном люди пожилые. В случае чего в больницу не наездишься. Выручает фельдшер. Он работает в Приуральском вахтовым методом. Месяц живет в местном ФАПе. Живешь всегда на работе. Мы таким путем по ним пошли. Значит, уже отказались от строительства ФАПа. Залыми модулями будем отдельно уже строить дома и... Конечно, потому что жить на работе... Слушай, ну потерпеть немножко еще. Руководитель регионального Минздрава осматривает помещение ФАПа, рабочую зону и жилую. Это, конечно, не дело жить на работе, говорит Игорь Дягилев. От такой практики решено отказаться. ФАПы строим отдельно, а рядом дома для медиков. Собственное добротное жилье – это серьезный стимул для привлечения молодых кадров на село. Свой фельдшер обязательно нужен, потому что здесь население очень много. Здесь две деревни. Это Приуральская, Даниловка, которым нужна качественная медицинская помощь. Все-таки, потому что население нуждается. Здесь много детей, здесь два садика, здесь школа, магазины, все. То есть люди живут, и им нужна квалифицированная медицинская помощь. Поэтому нужен, конечно же, ФАП, нужен фельдшер – это обязательно. Пилотный проект уже готов. В девяти муниципалитетах республики построят ФАПы и дома для фельдшеров. В Приуральском планируют на 25-й год. За счет экономии на других аукционах, возможно, строительство начнется на год раньше. Земельный участок уже подобран. Все коммуникации рядом. Задача – построить комфортное жилье для медицинской работы. Потому что здесь работают специалисты вахтовым методом. После того, как будут нормальные жилые условия, комфортные, и душ, туалет, гостиная, кухня, тогда молодой, в том числе молодой специалист, может приехать и закрепиться здесь. Потому что люди, природные условия здесь потрясающие. Задача – обеспечить комфортные условия и работы, и проживания. На встрече с жителями села Игорь Дягилев отвечает на жалобы и выслушивает пожелания. Выездные приемы узких специалистов нужно устраивать чаще. И оставлять врачей на ночевку. Пройти всех за один день люди порой не успевают. А в соседней Даниловке фельдшер бывает лишь набегами. Так что местные научились сами ставить себе уколы. Главврач Печорской больницы обещает пересмотреть график и географию медицинского десанта. А заодно уже во вторник завести лекарства под реализацию. В местном ФАПе даже анальгина нет. Они должны быть полны. Алексей Коршмар, Артем Соколов, телеканал Юрган.